Что делает русский человек, когда садится за хороший стол, в хорошей компании, тем более, когда собирается застолье не где-нибудь, а в русской усадьбе, когда за окном тенистый парк и родные просторы. В такой обстановке главное это разговор, беседа. В замечательных умных мемуарах Ариадны Тырковой рассказывается об одном таком разговоре начала 20 века. Среди гостей местный крестьянин Ивлеев. Это крепкий хозяин, но в то же время он понимает ни в одном хозяйстве дела. За столом он с увлечением рассказывает, как недавно возил крестьянских ребятишек, школьников в Новгород, показывал им древние храмы, фрески и пояснял, все это наша русская. Этим следует гордиться, не забывать о прошлом. Собравшиеся за столом интеллигентные, культурные люди с удивлением слушали русского крестьянина, который в университете не учился и лекций Ключевского не слушал. Он говорил простые истины, но о них давно все забыли, отвернулись. В обществе было принято относиться к русской истории пренебрежительно, с усмешкой. В той же самой усадьбе, за тем же самым столом, лидер кадетов, родичев, депутат Государственной Думы, рассуждал о том, что говорить о русской истории не стоит, да ее вообще не было. Не было в тогдашнем русском обществе здорового национального чувства. А значит, невозможно было решить по-настоящему ни один вопрос, ни политический, ни экономический, в том числе и еврейский. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лев Толстой сказал как-то, что еврейский вопрос стоит для него на 81-м месте. Я полагаю, что это весьма субъективное мнение. Значимость еврейского вопроса в начале 20-го века определялась той ролью, которую играли евреи во всех сферах русской жизни. А эта роль была уже очень значительной. Ну, судите сами, вот реальная история. В Бюро печати Второй Государственной Думы идет распределение мест на балконе для журналистов, желающих получить постоянную корреспондентскую карточку больше, чем мест. На этой почве начинаются споры и выяснения отношений. Своебразие ситуации в том, что в Думском бюро печати преобладают журналисты-евреи из оппозиционных и либеральных газет. Совершенно очевидно, кто остался без мест. Это корреспонденты антилиберальных изданий, в том числе газета «Колокол». К Герцену она не имеет никакого отношения. Это церковная газета. Ее выписывают священники и благочестивые люди. Правда, тираж у нее невелик. Ссылаясь на это, деятели бюро печати самоуверенно и нагло заявляют, что газета никому не нужна и что ее никто не читает. Они чувствуют себя полными хозяевами положения и, по сути, установили цензуру. Единственное, что их смогло остановить, это дама из своих, из кадетской партии. Она заявила решительный протест. «Колокол, церковная газета хочет иметь в Думе своего представителя. Вы обязаны дать ей место». Бюро печати уступило, но кто-то из его деятелей заметил даме. «Удивляюсь, с каких это пор вы поощряете мракобесия». Вот этот частный случай – тоже информация к размышлению о еврейском вопросе в России. Хотя я более чем уверен, что на месте журналистов-евреев могли быть русские журналисты и поступили бы точно так же. Ведь и политическим террором занимались не только евреи. Дворян и купеческих детей там было более чем достаточно. Если на то пошло, то депутатом от партии СР в той же Второй Думе был православный священник Бриллиантов. Когда его спросили в кулуарах, «Батюшка, неужели можно оправдать террор с религиозной точки зрения?» Он оправил крест на груди и заявил убежденно, «А почему бы и нет?» В том Евангелии можно найти оправдание террора. К сожалению, я не знаю, как этот священник относился к еврейскому вопросу. Но я более чем уверен, что он не был антисемитом. Скорее наоборот, испытывал к евреям симпатии. Ведь среди видных СР было немало евреев. Вот только симпатии этого священника мне лично кажутся ложными симпатиями. Вот если бы он отвергал террор и не был бы членом революционной партии, тогда другое дело. Весна 1909 года. И снова застолье. Только на этот раз не в усадьбе в Новгородской губернии, а в Петербурге. А разговоры все те же о нашем русском житье-бытие. За столом сидят в основном столичные литераторы. А потому и разговор с литературным уклоном. Может быть, в какой-то момент поспорили. Но по-домашнему. И вдруг забытый ныне литератор Чириков обронил на первый взгляд безобидную фразу. Мол, большинство петербургских театральных рецензентов евреи, но могут ли они вникнуть в русские бытовые темы? Ух, как неосторожно поступил господин Чириков. Говори, говори, да не заговаривайся. И кто это дал вам право в приличном обществе нарушать неписанное табу? Да ругайте кого хотите. Правительство царя. Да хоть Господа Бога. На здоровье. Но евреев трогать нельзя. Ни под каким видом. А то ведь потом не отмоешься. А славят и черносотенцам, и антисемитам. А в данном случае поднялся шум в прессе. Началась газетная полемика по еврейскому вопросу. Молчали, молчали, а тут как прорвало. Один остроумный журналист написал, что эпизод с Чириковым – это та копеечная свеча, от которой Москва сгорела. Ну, на самом деле, никто особенно не пострадал. И ничего не сгорело. Все до поры до времени остались на своих местах. Но поспорили крепко. В газете «Слово» выступил Владимир Жаботинский, блестящий еврейский публицист, лидер русских сионистов. Он сразу расставил все точки над «и». Чириков прав, никакой он не антисемит. У нас можно попасть в антисемиты за одно только слово «еврей». А уж о сколько-нибудь доброжелательной критике. И говорить нечего. От этого обычая более всего теряют сами евреи. Разорвите этот порочный круг. Измените общее настроение передовой русской интеллигенции. Не надо замалчивать еврейский вопрос. Писал еврейский публицист. Подчеркнем это особо еще раз. Ведь в данном случае с Жаботинским трудно не согласиться. Как можно обсуждать, а тем более решать, еврейский вопрос, если интеллигенция до сих пор грешит космополитизмом? Если она не понимает собственных русских национальных задач и ничего не хочет знать, кроме общечеловеческих идеалов? И вот тут, на следующий день после Жаботинского, 10 марта, тоже в слове, появилась прекрасная статья русского философа и публициста Петра Бернгардовича Струве. Интеллигенция и национальное лицо. Я полагаю, что эту статью теперь мало кто помнит, но если ее сегодня напечатать в газете, она будет не менее актуальной. До сих пор для нашей интеллигенции национальная тема является нежелательной, опасной и трудной. А ведь как точно писал в своей статье Струве, самый строптивый из всех русских либералов. Когда-то думали, что национальность есть раса, то есть цвет кожи, ширина носа и тому подобное. Но национальность есть нечто гораздо более несомненное и в то же время тонкое. Это духовные притяжения и отталкивания. И для того, чтобы осознать их, не нужно прибегать ни к антропометрическим приборам, ни к генеалогическим разысканиям. Они живут и трепещут в душе. Я позволю себе прокомментировать Струве и сказать несколько слов о духовных притяжениях, как они появляются. Тут ничего сложного нет. Это идет от языка, от культуры и от истории. Вот почему Жаботинский, последовательный сионист, так стремился оторвать своих соплеменников от русской культуры. Он по себе знал, как она пленяет евреев. Для него, сиониста, это было ужасно. А для Островы прекрасно. И в той же самой статье он писал о том, что, если бы даже Конгресс сионистов соборно и официально провозгласил бы Левитана еврейским художником, он с Труве продолжал бы считать его русским художником. Потому что духовные притяжения, национальное русское чувство связывает его с Левитаном. Струве, который решился заговорить о русском национальном сознании, моментально одернули. Причем свои же. Прежде всего, Милюков, кадетский лидер. Мол, не вовремя вы, Петр Бернгарднович, затеяли этот разговор. Ох, не вовремя. И ведь куда это ведет и кому это выгодно? Эдак интеллигенция быстро выродится и скатится прямиком в логово черносотенцев. А мы с черносотенцами боремся каждый день и каждый час. И линия фронта проходит везде. И в обществе, и в прессе, и в Государственной Думе. Реакционному патриотизму черносотенцев мы всегда противопоставляем именно общечеловеческие идеалы. Главный либерал страны Милюков глубоко неправ. Неправ по существу. Его логика это логика партийной борьбы. Все, что этому мешает, прочь, коней на переправе не меняют. А борьба шла в самом деле не шуточная. И в этой борьбе черносотенцы размахивали еврейским вопросом, как дубиной. На этой почве происходило большинство думских скандалов. И совершенно не важно, какой при этом обсуждался вопрос. И в этом эффектном жанре лидерам правых Буришкевичу и Николаю Маркову не было равных. Я не стану называть дату того конкретного эпизода, о котором сейчас пойдет речь. Это совершенно не важно. Такое могло произойти в любой день, на любом заседании. Итак, Марков с думской трибуны обращается к Милюкову. Вам хорошо известно, что русский народ в его массе не желает становиться подчиненным рабом иудейского паразитного племени. А вы, я полагаю, слишком зависите от этого паразитного племени. Председательствующий князь Волконский вынужден вмешаться и сделать Маркову замечание. Но тот уже вошел в раж и его понесло. В конце концов, Маркова не только лишают слова, но и исключают на 15 заседаний. Торжествующий Марков покидает думский зал и бросает на прощание финальную реплику. Вам было угодно зажать рот голосу русского человека в угоду презренного жидовского племени. Я рад расстаться с вами на 15 заседаний, жидовские прихлебатели. На этом черносотенный спектакль в Думе заканчивается. Тот же тон, тот же стиль установились в черносотенной печати. Очень трудно было в этой атмосфере нормально и серьезно обсуждать национальные проблемы. Монополия на еврейский вопрос в России принадлежала черносотенцам. Еврейский вопрос был их политическим капиталом. И они получали с него хорошие дивиденды. Что верно, то верно. Слово черносотенец у нас в России почетом не пользуется. Но это еще не повод, чтобы вообще не говорить на эту тему. Тем более черносотенные лозунги. Нет, нет, да и появится на наших улицах сегодня, в начале 21 века. Значит, жив курилка. Любопытно, что название этому движению «Черная сотня» дали его противники. Но название было точным и прижилось. Сами черносотенцы с гордостью вспоминали, что в допетровской Руси «Черной сотней» называлось податное тягловое население русских городов. Опора царской власти. Вообще, что хотели черносотенцы? Что они начертали на своих знаменах? Во-первых, за веру царя и Отечества. По большому счету, ничего не имею против. Далее, долой революцию. Согласен обеими руками за. Что еще? Россия для русских. Это либо политическая демагогия, либо просто глупость. То есть, для России в границах московского княжества вполне может быть. Но для Российской империи, с ее многими народами, с Польшей, Финляндией, Лифляндией и прочее, и прочее, сумасшедший дом. Но дело даже не в лозунгах и не в идеологических программах черносотенных союзов, которые к тому же даже и не сложились как следует, ни программы, ни сами союзы. Дело в том, какого это явление духа. Созидательного или разрушительного. Ведь и революция плоха не сама по себе, а потому что она может только разрушать до основания. Вот и черносотенное движение может только разрушать, а точнее громить. Во всяком случае, оно не спасло ни веру, ни царя, ни отечества. И не могло спасти. Стоит попытаться понять, почему. Николай Марков, который эпатировал думских депутатов и всю Россию антисемитскими криками и воплями, был, поверьте, неглупым человеком. Курский помещик, путейский инженер, оратор, дай бог каждому. Зачем же с порога отвергать все, что он говорит и думает? По его убеждению, революция – это следствие разложения национального духа. Тут я не вижу причин, чтобы не соглашаться с лидером черносотенцев. Расхождение начинается у нас дальше, когда задается следующий вопрос. Отчего произошло это разложение национального духа? В чем причина очередной русской смуты? Или, проще говоря, кто виноват? Так вот, для православного русского человека ответ очевиден – я, а с грешной. Это мой грех, мой и моего народа. Мы изменили своему призванию. Были нерадивы, пьяны, праздны, немалосердны к ближнему, раскололи страну на белую и черную кость, перечень национальных грехов можно продолжить. Вот в чем причина революции. Но черносотенцы и их лидер Николай Марков отвечают на вопрос, кто виноват, очень просто – виноваты евреи. В разложении национального духа и в революции виноваты евреи, а потому бей жидов, спасай Россию. Так ведь это та же самая революция, только революция справа. Черносотенец – тот же революционер. Только если большевик, гоняясь за призраком коммунизма, ополчается на империалистов и эксплуататоров, черносотенец ополчается на евреев. Черные сотни – это политический маскарад. Эта революция, наряженная в исконные русские одежды. Эти одежды и всевозможные национальные атрибутики, царские портреты, хоругви, шествия не должны сбивать нас с толку. Истинное лицо черной сотни выдает революционные злоба и ненависть. В одном из городов еврейской черты оседлости произошел примечательный случай. Местные законопослушные и лояльные к власти евреи решили примкнуть к монархической манифестации. Они вышли на улицу с царским портретом, трехсветным национальным флагом, с музыкой и свитком Торы. Зрелище еврейской демонстрации привело черносотенцев в бешенство. «Как смеете своими погаными руками нести царский портрет?» – закричали они. «Крики тут же перешли в драку. Евреи, которые нес царский портрет, избили. А свиток Торы втоптали в грязь». Местной власти зачастую невозможно было образумить черную сотню. Ее предводители считали себя выше начальства. Вообще презирали бюрократию. Так было в Одессе. В крупнейшем и прекраснейшем городе юга России. В городе наполовину еврейском. И как причудливо и своеобразно переплелись здесь русские и еврейские черты. Русская и еврейская культура. Очевидно, однако, что предводитель местных черносотенцев граф Коновницын был далек от проблем культуры. Полицейский агент докладывал, что возвращался граф домой поздно вечером, всегда пьяный. Поднимался по лестнице, на которой рядами стояли дружинники-черносотенцы. На верхней площадке граф поворачивался к своим любимцам и заплетающимся языком кричал «Бей, ребята, жидов!». Те в ответ кричали «Ура!». Призыв своего предводителя ребята понимали очень конкретно и прямо. И они убивали. Тех, кто попадался им под руки, убивали прямо на одесских улицах и почти ежедневно, прекрасно сознавая свою неуязвимость и безнаказанность. Новый одесский городоначальник генерал Григорьев попытался было остановить черносотенный беспредел, но сделать это было непросто. Граф Коновницын отправился в Петербург искать защиты и нашел, удостоился аудиенции у самого государя. Вы спросите, а за какие такие заслуги? Ведь он был уволен от государственной службы за взятки и за растраты казенных сумм. Да таких героев обычно на порог во дворец не пускают. Но Николай II принял его как председателя Одесского отделения Союза Русского Народа. Государь очень рассчитывал на этот союз и считал его опорой государства. Он не скрывал своего мнения, носил на груди значок Союза Русского Народа, а потому даже Столыпину, председателю Совета Министров, невозможно было помочь одесскому городоначальнику урезонить графа. Я не стану утверждать, что все евреи Одессы были ангелами. Но уголовниками, в том числе уголовниками-евреями, должна заниматься полиция. Тогда как революционеры и террористы – это клиенты другого ведомства, охранного отделения. Вот только так можно сохранить порядок. Что же касается тех, кто хочет добровольно и бескорыстно послужить вере, царю и отечеству, то им следует заниматься другими вещами. Какими? А помните того крестьянина, который возил деревенских детишек и показывал им новгородские древности? Вот что нужно было делать, чтобы не допустить революции. Нужно было просвещать народ, а не морочить ему голову черносотенной агитацией. Горе тому, кто соблазнит единого из малых сих, сказано в Евангелии. О терроризме там не сказано ни слова. И призыва «бей жидов!» вы там тоже не найдете. Черносотенцы соблазнились сами и соблазняли простых русских людей. Давали выход самым темным человеческим чувствам. Ради этого раздуют знаменитое дело Белеса. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы?» в цикле «Еврейский вопрос. Русский ответ». Редактор субтитров А.Семкин